Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную летнюю хлопковую панамочку для где-то приблизительно окружности головы 50-53 см. У меня 54 см, я мерила на себя немного так впритык, поэтому думаю, что 50-53 см это такой вот именно обхват данной шапочки для моего номера крючка, моей пряжи и плотности вязания. Довольно-таки несложный узор, здесь из вывязывания донышка, плавно переходящего вот такую вот высоту веерочками в шахматном порядке. Очень простой узорчик на самом деле, чередуется всего лишь из донышка, чередуется в принципе один ряд, повторяется несколько раз, немножечко он видоизменяется по ходу расширения донышка и затем чередуется всего лишь 4 ряда, то есть два ряда, которые между собой идут смещение, третий и четвертый ряд, немножечко идет смещение веерочков для того, чтобы были в шахматном порядке. И все. То есть на самом деле очень просто, обвязывала я обычными столбиками без накида, можно здесь сделать какие-то рюшки, если же вы для небольшого обхвата головы, либо маленького ребеночка, то есть какие-то рюшки, какие-то ленточки, можно здесь обвязать столбиками с накидом филейной вязкой и вставить ленточку тоненькую по всей окружности, завязать бантик, либо просто украсить бантиком каким-то бусинками, в общем, в принципе украсить на свое усмотрение. Я вам покажу сегодня, как связать вот такую вот основку. Полуобхват данной шапочки, вот просто если сложить, то 23,5 см, при том, что на окружность головы 50-53 см. И высота данной шапочки у меня 17 см от вот этого вот начала до полностью обвязанной шапочки снизу, то есть полностью 17 см. Вот я из таких вот исходящих расчетов буду сейчас показывать вам, как связать данную панамку. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Peria серия Cotton Life. Это полухлопок полувискозы, довольно-таки толстенькая ниточка, как для хлопка. Более подробно вы сможете посмотреть отдельное видео по этой пряжи, ссылочку я вам оставлю под этим видео в описании, обязательно посмотрите, кому интересно. Крючок буду использовать 1,75 мм и ножнички для обрезания кончиков. Для начала берем краешек пряжи, держим между указательным и большим пальчиком, два раза обматываем вокруг пальчиков, вот так вот. Теперь берем, закрепляем вот так вот полустолбиком без накида, и теперь набираем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, накид делаем и в колечко, которое у нас образовалось, набираем еще 15 столбиков с накидом. То есть берем, делаем накид, ныряем в колечко, захватываем рабочую ниточку. На крючке 3 петли. Сначала пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 первые петли и сквозь 2 вторые петли. Снова накид, ныряем в колечко, на крючке 3 петелечки, пропускаем рабочую нить сквозь первые 2 петелечки и сквозь вторые 2 петелечки. Так мы набрали уже 3 столбика с накидом. Продолжаем дальше. Четвертый столбик с накидом в колечко, пятый столбик, шестой столбик, седьмой столбик, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый столбик. Смотрите, вначале мы набирали 3 воздушные петельки подъема, которые нам заменили в первый столбик. И еще мы набрали 15 столбиков с одним накидом. Всего у нас получается, сейчас в колечко провязано 16 столбиков с одним накидом. Придерживаем крайнюю петельку и немножечко начинаем тянуть за вот этот вот свободный краешек ниточки. То есть, который у нас не рабочая ниточка, а вот этот второй. И придерживаем немножечко вот так вот колечко. Стягиваем не до конца. То есть, смотрите, чтобы у вас было посерединке вот такое небольшое отверстие. Стянули краешек. И благодаря тому, что мы два раза обмотали вокруг пальчика, у нас как бы ниточка получается хорошо закрепилась. То есть, нам ее сейчас не нужно будет завязывать, прятать. То есть, просто мы продолжаем вязать дальше. Теперь у нас вот они три первые петли подъема. Воздушные, вот они. И отсчитываем третью петельку снизу. Первая, вторая, третья. В нее мы должны сделать соединительный столбик. Я буду делать соединительный столбик за две верхние полупетли. То есть, вот если вы повернете ребрышком, то у вас получается такая замечательная косичка. Вот в третьей петле подъема я буду делать за обе стеночки соединительный столбик. То есть, захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь эти две полупетли и петлю на крючке. Вот таким образом мы соединили, набрав в колечко, 16 столбиков. Первый ряд наш окончен. Второй ряд. Три воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля, делаем накид и в эту же петлю основания цепочки из воздушных петель подъема делаем один столбик с одним накидом. Теперь делаем накид и находим следующую петельку. В следующую петельку вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. То есть, смотрите, что мы сейчас будем делать. Во втором ряду мы в каждую петельку предыдущего ряда будем провязывать арочку, которая будет состоять из столбика с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так мы будем делать 16 раз. Два раза мы уже сделали из 16, теперь снова делаем накид, в следующую третью петельку вяжем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом. Снова делаем накид, в следующую петлю, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. То есть из каждой петельки мы вывязываем два столбика и между ними воздушная петля. Вот такая вот арочка. Накид, в следующую петлю, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. В следующую петлю, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. столбик с накидом воздушная петля сюда же столбик с накидом и так вяжем каждую в каждую петельку столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом до конца ряда довязали в 16 петельку арочку и теперь находим третью воздушную петлю подъема 1 2 3 и делаем в нее соединительный столбик ныряем захватываем рабочую ниточку и эту же ниточку пропускаем сквозь рабочую петельку на крючке таким образом мы сделали соединение второго ряда каждый последующий ряд у нас будет состоять из трех петель воздушных подъема но в третьем ряду мы должны с вами сделать переход 1 одним столбиком соединительным либо соединительной петлей вот под воздушную петлю предыдущего ряда то есть вот так вот делаем еще один соединительный столбик под воздушную петлю то есть переход мы сделали в арочку первой петли предыдущего ряда теперь из этой арочки мы должны связать столбик с одним накидом его нам заменят 3 воздушные петли подъема далее одна воздушная петля и сюда же столбик с 1 с одним накидом 2 точно так же мы находим вторую арочку предыдущем ряду то есть вот воздушная петля 2 столбика пред предыдущего ряда то есть вот куда мы вязали в колечко столбики и теперь сюда же получается в следующую арочку вяжем столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом далее находим следующую арочку третью там где у нас воздушная петля вяжем туда столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом то есть мы фактически повторяем 2 и 3 ряд одинаково но нам уже главное увидеть во втором ряду вот эти арочки которые мы с вами провязывали благодаря воздушной петле у нас есть куда вязать столбик воздушная петля столбик обратите внимание что между арочками я не делаю никаких изменений я просто перехожу и из арочки как и в предыдущем ряду вывязываю по два столбика между ними воздушная петля снова делаю накид и перехожу в следующую воздушную петлю предыдущего ряда в следующую арочку вяжу столбик воздушная петля и сюда же столбик следующую арочку столбик воздушная петля и сюда же столбик далее в следующую столбик воздушная петля и столбик Если вам тяжело увидеть, где у вас столбики, где воздушные петли, так как их здесь много и возможно еще немного вот так вот как бы закручено ведет себя ниточка, то есть у вас кружочек получается такой вот волнами, то просто отсчитываете два столбика и между вторым и третьим столбиком делаете как бы визуально вид арочки, то есть сюда вводите крючок и делаете столбик, воздушная петля, столбик. Далее снова отступили два столбика, сюда вяжем столбик, воздушная петля, столбик. То есть чередуете через два столбика, главное увидеть эту воздушную петлю первую, чтобы вы правильно начали, а затем просто через два столбика, через два столбика, через два столбика предыдущего ряда. То есть вот так вот мы без каких-либо переходов, мы вяжем каждую арочку предыдущего ряда, то есть под воздушную петлю предыдущего ряда, вяжем столбик, воздушная петля, столбик, снова столбик, воздушная петля, столбик. Итак, до конца третьего ряда. До конца третьего ряда довязали и просчитайте, чтобы проверить себя, у вас должно в этом ряду, в третьем, быть 16 арочек, то есть вот таких вот галочек из двух столбиков с накидом, между ними воздушная петля, 16 штук. То есть смотрите, вот она первая арочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и так далее. И должно быть 16. Если все правильно, находите третью воздушную петлю подъема воздушной цепочки, вот здесь вот, цепочки из воздушных петелек и делаем соединительный столбик в третью петлю подъема. Вот у вас связан третий ряд. Четвертый ряд мы будем вязать точно так же, как и второй, как и третий. Смотрите, мы делаем переход в арочку под воздушную петлю, первую, ближнюю к нам. То есть вот, смотрите, я сделала соединительный столбик в арочку. Снова три воздушные петли подъема делаем, которые нам заменяют один столбик. Одна воздушная петля, которая между столбиками и довязываем второй столбик с одним накидом. Снова делаем накид, находим вторую воздушную петлю. Вот она у нас, арочка вторая. Делаем столбик, воздушная петля и столбик сюда же. Следующую петлю, столбик, воздушная петля, столбик. То есть, благодаря воздушным петлям предыдущего ряда у нас образуются вот такие вот арочки, куда мы вяжем из них, вот вывязываем арочки для следующего ряда. Итак, делаем накид, находим следующую воздушную петлю и в нее вяжем столбик, воздушная петля, столбик. Снова делаем накид, находим следующую воздушную петлю, в нее вяжем столбик, воздушная петля, столбик. Накид делаем в следующую петлю, столбик, воздушная петля, столбик. Далее, следующая воздушная петля, под нее вяжем столбик, воздушная петля и второй столбик. То есть, в принципе, вяжем как и второй, как и третий ряд, вяжем четвертый. То есть из арочки предыдущего ряда вывязываем арочку для следующего ряда. То есть вот так вот из арочки вывязываем арочку из столбика воздушной петли столбика до конца четвертого ряда. Довязали до конца четвертый ряд и снова у вас должно вот этих арочек быть по кругу 16 штучек, как и изначальное количество колечка 16 столбиков. Находим третью воздушную петлю подъема 1, 2, 3 и в нее делаем соединительный столбик. Сделали соединительный столбик и снова нам нужно перейти вот в эту арочку из воздушной петли, ближайшую, прилегающую, ближайшую, в общем, первую арочку. Я сделала соединительный столбик. Если у вас немножечко вот здесь вот берется кружочком, как бы шапочкой уже заворачивается, абсолютно ничего страшного, после пятого ряда уже это будет как бы немножечко выровнено. То есть, в принципе, из-за того, что ниточки тоненькие, то вот так вот будет крутиться и не держать форму. Это ничего страшного, не обращайте внимания пока на это. Сделали первый переход и у нас немножечко поменяется в пятом ряду рисуночек. Мы делаем 3 воздушные петли подъема, которые нам по-прежнему замещают один столбик. Теперь делаем воздушную петлю, накид и в эту же арочку делаем столбик с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю, накид и в эту же арочку, в первую, вяжем третий столбик с одним накидом. То есть, как вы поняли, у нас будет уже в этом ряду арочка состоять из трех столбиков, между которыми, между первым и вторым воздушная петля, между вторым и третьим вторая воздушная петля. То есть, из двух воздушных петель и трех столбиков. Делаем накид, находим следующую арочку, вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, вторая воздушная петля и третий столбик с одним накидом. То есть из вот таких орнаментов будет состоять наш пятый ряд. Снова повторяем, находим следующую арочку, вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Снова повторяем, находим первую арочку, близ прилежащую, делаем столбик с одним накидом, воздушная петля, раз, столбик с одним накидом, воздушная петля, два и столбик с одним накидом завершаем. то есть вот такие вот 3 как бы сказать трех столбиковые в общем у нас получается смотрите если состояла арочка из двух столбиков между ними воздушная петля то сейчас состоит из трех столбиков между которыми уже получается по воздушной петли как бы визуально две арочки из одной то есть мы сейчас это же и делаем две арочки вывязываем из одной делаем накид находим следующую арочку вяжем первый столбик воздушная петля второй столбик воздушная петля и завершаем третьим столбиком который у нас уже идет без воздушной петли то есть три столбика чередуем столбик воздушная петля столбик воздушная петля и столбик так вяжем до конца этого ряда довязали пятый ряд до конца и у нас уже должно быть 16 вот таких вот три зубчика в общем будем их или трех столбиковых арочек. И теперь находим третью воздушную петлю подъема и делаем соединительный столбик. Пропускаем рабочую ниточку сквозь петельку на крючке тоже. Сделали соединительный столбик и находим первую воздушную петлю предыдущего ряда. Делаем у нее переход соединительным столбиком. То есть мы переход сделали под первую арочку вот этих двух арочек из одной. То есть вот смотрите, я сделала сюда переход и теперь я набираю 3 воздушные петли подъема, которые замещают нам один столбик, делаю воздушную петлю и сделаю второй столбик с одним накидом в эту же арочку. Теперь делаю накид и перехожу в следующую арочку. Еще работаю с одной же петлей предыдущего ряда. Делаю сюда столбик с одним накидом, воздушную петлю и столбик с одним накидом. То есть смотрите, что мы сделали. Мы сделали в предыдущем ряду 2 арочки из одной. И теперь мы в каждой арочке предыдущего ряда, в каждой абсолютно арочке мы должны провязать по столбику воздушная петля столбик. То есть вот я получается из одной арочки через 2 ряда назад связала 2 арочки, а теперь из каждой из них вывязала по столбику воздушная петля столбик. Первая. И вот она вторая. Столбик воздушная петля столбик. То есть как бы получается, вывязала полноценную из одной арочки вторую арочку. Вот так вот. Теперь делаем накид и находим следующую арочку. Вот она из воздушной петельки. Уже получается со второй арочки предыдущего ряда. Вот она воздушная петля. Вяжем в нее столбик, воздушная петля и второй столбик. Делаем накид, переходим к следующей. Столбик, воздушная петля и сюда же столбик. То есть смотрите, мы из каждой из каждой арочки предыдущего ряда, уже из новых, вяжем по столбику воздушная петля столбик. Столбик, воздушная петля столбик. То есть снова увеличиваем наши столбики. Столбик, воздушная петля, столбик. Далее находим арочку, воздушную петлю предыдущего ряда. снова столбик воздушная петля столбик столбик воздушная петля столбик причем между арочками мы никаких воздушных петелек не делаем а только лишь в самих между столбиками снова делаем накид находим воздушную петлю столбик воздушная петля столбик следующая арочка столбик воздушная петля столбик и так вяжем до конца ряда то есть смотрите у нас было два столбика потом 3 в этом ряду у нас уже получается 4 столбика довязали шестой ряд до конца и теперь находим третью воздушную петлю пойдем 1 2 3 делаем соединительный столбик у нас по окончании шестого ряда должно провязано быть 32 арочки по кругу то есть столбик воздушная петля столбик это первая арочка далее столбик воздушная петля столбик вторая арочка вот таких арочек должно быть 32 штучки теперь мы повторим все то же самое что и в предыдущем ряду делаем переход соединительным столбиком в первую арочку три воздушные петли подъема то есть столбик с накидом получается воздушная петля и сюда же в арочку первую столбик с одним накидом делаем накид переходим в следующую арочку столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом снова накид следующую арочку под воздушную петлю предыдущего ряда столбик воздушная петля столбик следующую арочку столбик воздушная петля столбик то есть как вы видите очень простой ряд вы повторяете все то же самое что мы делали в предыдущем ряду каждую арочку вяжем столбик воздушная петля столбик столбик воздушная петля столбик и продолжаем вязать так до конца этого ряда в конце в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик и все 7 ряд мы довязали 8 ряд мы немножечко поменяем схемку смотрите мы делаем переход как всегда соединительным столбиком серединку арочки и затем будем вязать 3 воздушные петли подъема которые замещают нам один столбик затем две воздушные петли и в эту же арочку вяжем столбик с одним накидом то есть сейчас изменилось лишь то что мы будем делать вместо одной воздушной петелечки стандартной которую мы вязали до этого 2 то есть смотрите делаем накид находим следующую арочку в нее вяжем столбик с одним накидом 2 воздушные петли столбик с одним накидом следующую арочку точно также столбик две воздушные петли столбик с одним накидом то есть мы всего лишь добавили одну воздушную петлю между столбиками с накидом все вяжем остальное восьмом ряду точно также как и в предыдущих двух рядах то есть вяжем столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом переходя из арочки в арочку просто делаем накид и сразу вяжем столбик то есть все как обычно у нас в итоге вот такой вот замечательный кружочек донышко уже хорошо вырисовываются вот продолжаем вязать 8 ряд до конца столбик 2 воздушные петли и второй столбик сюда же конце 8 ряда в третью петлю подъема делаем соединительный столбик завершили ряд теперь снова переходим в арочку соединительным столбиком или соединительной петелькой первую и теперь немножечко поменяется у нас рисуночек делаем 3 воздушные петли подъема они у нас замещают один столбик делаем накид еще в эту же арочку довязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 то есть всего с воздушными петельками 4 столбика в одной арочке и во вторую арочку переходим снова никаких мы ничего не делаем по серединке между арочками то есть никаких воздушных петелек ничего сразу же делаем накид и в следующую арочку вяжем столбик с одним накидом 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом то есть также как вязали в предыдущем ряду снова делаем накид переходим в следующую арочку следующую арочку вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 снова переход делаем во вторую арочку накид столбик с одним накидом воздушные две петли и сюда же столбик с одним накидом то есть сейчас мы будем чередовать в первую арочку в третью арочку пятую седьмую то есть в нечетные арочки мы будем делать по 4 столбика с одним накидом а в четные это во вторую четвертую шестую восьмую делать столбик две воздушные петли и второй столбик то есть вот раппорт узора у нас 4 столбика с накидом и во вторую арочку столбик две воздушные петли столбик то есть фактически из первого столбика 16 столбиков кольцо у нас получился вот такой вот раппорт 4 столбика в одну арочку и столбик две воздушные петли столбик во вторую арочку вот 2 у нас раппорт уже связан и так продолжаем чередовать в арочки еще раз повторюсь нечетные 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 а в четные вяжем столбик две воздушные петли и столбик сюда же то есть как бы фактически мы снова между арочками никаких переходов не делаем ничего сразу делаем накид и ныряем в арочку вяжем столбики связали мы арочку нашу теперь снова 4 столбика в следующую следующую арочку снова над арочкой арочка столбик 2 2 воздушные петли второй столбик и следующую петлю вяжем 4 столбика то есть чередуем 4 столбика арочка 4 столбика арочка и так продолжаем до конца ряда вот так вот вязать чередуя вот такие веерочки я бы уже сказала формируется и галочки арочки в конце девятого ряда в третью петельку подъема делаем соединительный столбик и 10 ряд мы начнем еще двумя соединительными столбиками то есть в первую петельку делаем переход соединительным столбиком раз и во вторую петельку делаем соединительным столбиком два и лишь с этой третий получается петельки нашего веерочка мы будем делать следующий ряд делаем 3 воздушные петли подъема то есть столбик с одним накидом далее делаем 3 воздушные петли и сюда же вяжем столбик с одним накидом далее делаем накид переходим в арочку вяжем столбик с одним накидом 3 воздушные петли столбик с одним накидом далее делаем накид и отсчитываем третью петлю веерочка 1 2 3 в нее вводим крючок и делаем столбик с одним накидом далее 3 воздушные петли накид и сюда же делаем столбик с одним накидом то есть сейчас мы будем вязать в десятом ряду над веерочком арочку из 3 воздушных петелек и 2 столбика в арочку предыдущего ряда там где у нас было два столбика между ними две воздушные петли точно также будем вязать но уже смотрите мы будем вязать между столбиками по 3 воздушные петли над каждой арочка и над каждым веерочком то есть делаем накид переходим в арочку вяжем столбик 3 воздушные петли и сюда же столбик далее накид отсчитываем третью петлю веерочка 1 2 3 вводим нее крючок и вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом накид в арочку вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли и сюда же столбик с накидом то есть над каждым веерочком над В каждой арочке вяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. В арочку вяжем столбик, 3 воздушные петли, столбик и над веерочком в третью петлю веерочка, столбик, 3 воздушные петли, столбик. Вот такими арочками обвязываем весь 10 ряд до конца. В конце ряда делаем соединительный столбик и начинаем 11 ряд. Снова переходим соединительным столбиком в арочку, в серединочку, и в нее вяжем точно так же 3 воздушные петли подъема, затем 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. То есть фактически мы провязали первую арочку, столбик, 3 воздушные петли, столбик. Затем делаем накид и в следующую арочку вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем делаем накид, в третью арочку вяжем столбик, 3 воздушные петли и столбик. И в четвертую арочку повторяем как во вторую, 5 столбиков с одним накидом. То есть я думаю, что вы уже догадались, что в этом ряду мы точно так же, как и 2 ряда назад, чередовали веерочек, арочка, веерочек, арочка. Точно так же и в этом ряду будем чередовать арочка, веерочек в шахматном порядке к тем веерочкам, которые мы вязали 2 ряда назад. И уже мы вяжем не по 4 столбика, а по 5. То есть увеличиваем немножечко в объеме. Для этого вяжем 5 столбиков. Затем снова в арочку вяжем столбик, 3 воздушные петли и столбик. А в следующую арочку вяжем веерочек. То есть 5 столбиков с одним накидом. И если вы посмотрите, то раппорт узора нашего увеличивается и состоит из арочки, столбик 3 воздушные петли, столбик и в следующую арочку 5 столбиков с одним накидом. То есть вот так вот будет чередоваться. Еще раз повторюсь относительно к тем веерочкам 2 ряда назад в шахматном порядке. Обратите внимание. Теперь снова провязали веерочек, значит арочка. Арочка это столбик, 3 воздушные петли и столбик. А веерочек это 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем чередуя до конца ряда. 11 ряд начинался с арочки, закончился веерочком. Теперь в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. И продолжаем вязать 12 ряд. Для 12 ряда снова перейдите соединительным столбиком в арочку, в серединку. И теперь вяжем столбик с одним накидом или 3 воздушные петли подъема в начале. Теперь 3 воздушные петли с середины и сюда же столбик с одним накидом. Снова делаем накид, находим третий столбик. Над третьим столбиком в петлю вводим крючок и вяжем столбик. 3 воздушные петли и столбик сюда же. То есть мы повторяем 2 ряда назад. Вот этот ряд, в котором мы делали арочки. Сейчас точно так же делаем арочки. Столбик, 3 воздушные петли, столбик. Столбик, 3 воздушные петли, столбик. Но при этом арочку делаем над арочкой предыдущего ряда. И ровно по серединке, то есть у нас здесь 5 столбиков с накидом, ровно по серединке в третью петлю делаем столбик, 3 воздушные петли, столбик сюда же. То есть вот таким вот образом делаем просто ряд арочек. из столбика 3 воздушные петли столбиком вот такими вот арочками и веерочками мы будем чередовать нашу шапочку но еще увеличение не закончены поэтому еще довязываем вот этот ряд и говорится еще буквально следующий и там уже будет идти повторение двух последних рядочков пока вяжем наши веерочки куда будем следующем ряду снова чередовать арочки не забывайте что между столбиками уже 3 воздушные петли то есть идет увеличение до столбика 3 воздушных петель столбика это максимальное увеличение если же вы вяжете из совсем тоненькой ниточки то есть такой как может быть yarn art violet мерсеризированный хлопок очень тонкий то возможно вам придется еще увеличить на один на один ряд где вы будете вязать уже 4 воздушные петли но я думаю что здесь этого не нужно делать в принципе вы свяжите сначала попробуйте по видео а затем вы уже будете варьировать величину уже зная как рассчитать ее то есть там в принципе абсолютно ничего сложного нет все очень-очень просто и легко если вы поняли изначально то я думаю что вам сейчас особого труда не составляет связать вместе со мной вот главное понять если же вы не поняли сначала то конечно перематывайте видео смотрите именно с самого начала чтобы понять как увеличивается количество воздушных петелек и количество рядов каким образом то есть из одного столбика представляете мы вывязали вот такой ширины раппорт то есть вот из двух арочек состоит наш раппорт из начатый из одного столбика всего изначально там где у нас колечко провязывали мы 16 столбиков то есть из 16 столбиков посмотрите у нас получилось какое скажем так донышко какая величина круга и уже постепенно мы благодаря увеличениям столбиков количество и 3 воздушных петель в арочках то вот такой идет постепенно постепенно и закругление шапочки и как вы видите мы уже практически закончили донышко и останется нам вывязать высоту рисунок довольно таки на мой взгляд красивый аккуратный и подойдет как для маленького ребенка так и в принципе для девочки постарше то есть для тех у кого ребенку допустим 9 лет то эта шапочка выглядит не слишком такой детской ажурной и в то же время она очень аккуратная и красивая главное правильно подобрать именно цвет для шапочки я считаю что цвет очень играет огромную роль вот и продолжаем дальше вязать из арочек весь ряд до конца довязали 12 ряд арочками соединительный столбик третью воздушную петлю и теперь делаем переход снова в нашу арочку сейчас мы будем вязать уже прибавление делать в количестве столбиков веерочка будем вязать 6 столбиков то есть делаем 3 воздушные петли подъема первый столбик далее вяжем второй столбик с накидом третий столбик четвертый пятый и шестой связали 6 столбиков с накидом первый у нас столбик это 3 воздушные петли подъема теперь делаем накид и следующую арочку вяжем столбик с одним накидом 3 воздушные петли столбик с накидом далее в третью арочку 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 накид и следующую арочку вяжем столбик 3 воздушные петли и второй столбик сюда же то есть смотрите мы увеличили количество столбиков веерочек на 1 то есть было 4 затем 5 это последнее окончательное увеличение веерочка из 6 столбиков то есть больше мы чем 6 столбиков не будем уже увеличивать вот и также продолжаем вязать до конца ряда чередуя веерочек арочка веерочек арочка то есть вот он наш раппорт веерочек арочка из двух арочек предыдущего ряда вот он наш рапорт который будет повторяться до конца ряда то есть вяжем 6 столбиков в одну арочку во вторую вяжем арочку из столбика 3 воздушные петли и второй столбик сюда же вот так чередуем точно также смотрите относительно к последнему ряду веерочков шахматном порядке то есть 1 из 4 напротив 6 столбиков в этом ряду вот так довязали до конца 13 ряда и сделали в третью петельку подъема воздушную соединительный столбик закончился ряд у нас арочкой а начинался веерочком то есть все совпало все хорошо теперь нам нужно сделать переход в третью петельку веерочка поэтому сделав соединительный столбик соединив ряд то делаем еще два соединительных столбика то есть таким образом мы перешли в третью петельку веерочком сделали два соединительных столбика и делаем 3 воздушные петли подъема затем 3 воздушные петли которые нам будут в серединке служить арочкой и в соседнюю петельку, то есть уже получается в следующую петлю, делаем столбик с накидом. Далее делаем накид, переходим в арочку предыдущего ряда, вяжем столбик, 3 воздушные петли и столбик. Делаем накид, в третью петельку над веерочком вяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и в соседнюю петельку вяжем второй столбик с одним накидом. То есть мы сейчас что делаем? Смотрите, мы подвинули, чтобы у нас ровно посерединке находился веерочек, получается, следующего ряда или через ряд. Ну, то есть мы делаем сейчас соседние петельки, столбики с накидом для того, чтобы находилась у нас арочка ровно посередине веерочка. То есть красивенько будет. Если мы будем делать, как в предыдущий раз, третью петлю здесь, то она у нас как бы будет вбок смещена. Поэтому нам нужна ровно серединка, так как из шести столбиков серединка это две средние петелечки. Поэтому мы свяжем один столбик в первую петелечку, три воздушные петли и столбик второй во вторую петельку. То есть, смотрите, здесь была из пяти столбиков ровно серединка, третий столбик. Здесь у нас как бы не так принципиально было. Это у нас днище шапочки, поэтому как бы не хотелось тут сильно углубляться в это. Поэтому именно нам нужно уже при вывязывании высоты шапочки обратить на вот это внимание. То есть я обращаю на это внимание особое, чтобы у меня шапочка была красивая и аккуратно связана. Итак, над арочкой предыдущего ряда вяжем арочку в этом ряду, столбик, три воздушные петли, столбик. И снова находим третью петельку в веерке, вяжем столбик, три воздушные петли и в следующую петельку четвертую, столбик с накидом. То есть это ряд у нас чередование, состоящее из арочек. Следующий ряд у нас будет арочка-веерочек, следующий ряд будет снова арочки, затем арочка-веерочек. То есть нам нужно будет сейчас вязать, чередуя всего лишь два ряда, но при этом второй ряд у нас будет меняться чередование. Сначала у нас будет вязаться получается веерочек-арочка, а затем арочка-веерочек. Ну то есть только во втором ряду. Будем считать, что это 14 ряд как первый. То есть вяжем сначала арочки, а в следующем ряду во втором будем вязать чередуя веерочек-арочка, веерочек-арочка, веерочек-арочка. Точно так же в третьем ряду только арочки, в четвертом ряду веерочек-арочка. Но при этом мы будем менять местами для того, чтобы рисунок ложился из вот таких веерочков в шахматном порядке. Это я так вам для общего сведения, чтобы вы обратили внимание. Главное сейчас вам понять, что у вас ряды чередуются. Сначала вы делаете арочки в первом ряду, а в следующем ряду делаете веерочки в эти арочки. Вот главное это запомнить, и что у вас веерочки из шести столбиков, состоящие с накидом, а арочки у вас всегда. Это столбик, три воздушные петли, столбик. Всегда. То есть сейчас это будет неизменно. Если же вы сейчас разложите шапочку, и вам кажется, что она широковатая, то есть она большая, размер вам нужен поменьше, то вам нужно вернуться на тот момент, где мы вязали столбик, две воздушные петли, столбик. Вот в тот ряд, где у нас арочки состоят из столбика, две воздушные петли, столбик. И пяти столбиков веерочки. То есть вот в этом месте у нас арочки из двух воздушных петелек состоят, и пяти столбиков веерочки. То есть обязательно вернитесь на это место, и вам нужно будет чередовать точно так же ряды, как мы сейчас вяжем, но не с тремя воздушными петельками сверху, а только с двумя, то есть столбик, две воздушные петли, столбик. И арочки у вас тогда будут вывязываться поменьше, то есть они будут поменьше, соответственно, размер поменьше, и веерочки будут состоять из пяти столбиков с накидом. Либо, если хотите, совсем маленькие, из четырех. Ну, четырех, наверное, это слишком мало, я думаю, что из пяти самое оно. Если вы, наоборот, хотите размер побольше, то вам нужно будет увеличить до четырех воздушных петель между столбиками, то есть у вас арочки будут состоять из четырех воздушных петель посередине, а веерочки будут состоять приблизительно из семи столбиков с накидом. Я думаю, что больше, чем из семи, это уже размер даже, скажем так, не подросткового возраста, а это уже на взрослую женщину. Поэтому, если вам нужно именно взрослого размера шапка, такая вот более, можно так сказать, панамка для бабушки, либо уже такой вот плотненькой женщины, то вам нужно будет увеличить веерочки и увеличить воздушные петли в арочках для того, чтобы провязывать веерочки. Тогда у вас шапочка где-то на 3-4 сантиметра увеличится в обхвате. Но, в принципе, тут довольно-таки тянется, и панамка не должна, я считаю, быть слишком в облипку, поэтому я думаю, что вот этот размер как раз-таки подойдет для, именно вот для девочки, наверное, лет 9-10, я думаю, вполне достаточно будет. Вот, если же вам нужен совсем маленький размерчик, то есть, опять же, для девочки вернусь, то вы возвращаетесь на момент, где мы вязали вот здесь вот расширение до вот этих вот моментов, где мы вязали 3 воздушные петли, а там, где вязали 2 воздушные петли, остановиться, и точно так же количество столбиков с накидом провязывать в веерочки нужно меньше. В общем, довязываем этот ряд, это четвертый у нас получается ряд, ой, 14-й ряд, не четвертый, простите. 14-й ряд довязываем до конца, состоящий из арочек, а затем я вам расскажу, как мы будем чередовать веерочек и арочку. 14-й ряд в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. В каждой последующей ряды мы делаем в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик и переход в арочку. Точно так же в начале ряда мы начинаем всегда, запомните, что сделав соединительный столбик в арочку, 3 воздушные петли подъема, которые нам всегда будут заменять 1 столбик с 1 накидом. Запомните самое главное. Раз. Второе, смотрите, провязав ряд с арочками, будем вязать ряд, чередуя веерочки и арочки. Как понять, что нам вязать, веерочки или арочки? Коль у нас через ряд назад был веерочек в начале, то есть в эту арочку мы уже вяжем только арочку, поэтому, сделав соединительный столбик в арочку, вяжем арочку, 3 воздушные петли подъема, 3 воздушные петли и столбик с 1 накидом, то есть столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли, столбик с 1 накидом над веерочком через ряд. Теперь делаем накид и переходим в следующую арочку. Коль здесь у нас арочка была связана между веерочками, то, значит, сюда вяжем мы веерочек. Веерочек у нас из 6 столбиков с 1 накидом состоит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, закончили. Значит, мы, получается, смотрите, начали с арочки, затем веерочек. Значит, чередование идет заново. Сначала арочка, столбик 3 воздушные петли, второй столбик, и затем идет в следующую веерочек, значит, 6 столбиков с 1 накидом. 3, 4, 5, 6. То есть, смотрите, если у вас ряд назад был веерочек, значит, над ним арочка. Если была арочка, значит, над ней веерочек. Точно так же мы, получается, продолжаем чередовать до нужной высоты шапочки, пока у нас не станет нужная высота, чередуя вот эти вот веерочки в шахматном порядке. Обратите внимание, они у нас в шахматном порядке. Следующий ряд вы будете вязать только арочки, то есть, столбик 3 воздушные петли, столбик. А в следующем ряду вы будете начинать именно с веерочка, затем арочка, веерочек, арочка. То есть, уже в обратном порядке. Вот таким вот образом продолжаете вязать до нужной глубины. Я думаю, что здесь вам все осталось понятно. То есть, мы чередуем, получается, 15-й, 14-й, 13-й, 12-й ряд по очереди в обратном направлении. То есть, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. Сейчас мы вяжем с вами 15-й ряд, вот начиная с 12-го ряда, где у нас были просто арочки, затем 13-й веерочки, арочки, 14-й арочки и арочки, веерочки, 15-й. То есть, вот эти последние 4 ряда вы будете чередовать. В принципе, вы чередовать будете последние 2 ряда, только второй ряд будете периодически менять расположение арочек и веерочек. Я думаю, что здесь справится даже малыш, поэтому здесь объяснять я уже не буду повторяться несколько раз. В общем, вяжем до нужной глубины и затем я вам покажу, как ее нужно будет закончить. После того, как мы связали нужную высоту, так как у меня невысокая шапочка, то я связала всего лишь веерочка в шахматном порядке. Сейчас вам скажу, там, где мы делали 4 столбика, затем 5 и по 6 я сделала 1, 2, 3, 4, 5 раз. То есть, всего 5 раз в высоту, по 6 столбиков я сделала вот так вот веерочков. И закончила на ряду, последний ряд у меня там, где просто ряд с арочками. То есть, помимо 6 веерочков, рядочков, у меня сейчас должен, по идее, быть 7 ряд. Но я делаю воздушную петлю подъема и начинаю обвязывать столбиками без накида. То есть, смотрите, там, где у нас между арочками промежуточек, вот такой вот, то есть, где мы переходим из одной арочки провязывать вторую, то я вяжу просто столбик без накида. Там, где у нас арочка из 3 воздушных петелек, я вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снова, между арочками, вот он, столбик у меня здесь, или петелечка, как вот сказать, я вяжу столбик без накида, а в арочку вяжу 3 столбика без накида. Снова, там, где промежуток между арочками, столбик. Там, где воздушные петли, 3, я вяжу 3 столбика. То есть, в принципе, нам нужно просто в первом, скажем так, ряду обвязать столбиками без накида и, как бы, сделать такое вот ровное обвязывание. То есть, чтобы у нас просто, ну, как бы, завершить вот это вот вязание самой непосредственно высоты шапочки. То есть, нам нужно обвязать столбиками. Если вам кажется, что у вас немного край такой вот, в общем, волнами пошел, то значит, вы много вяжете столбиков. Вяжите, допустим, по 3 столбика в арочке, а вот эти промежутки не вяжите по столбику. То есть, если сильно волнами. Если, наоборот, сильно так стесняет, то где-то добавьте еще по одному столбику. То есть, допустим, вяжите не только в промежутках между арочками, а и, допустим, в последний столбик арочки. То есть, первый столбик есть и второй. То есть, над вторым столбиком и в промежутке. То есть, в общем, смотрите, варьируйте, как бы, количество столбиков без накида в ряду с помощью, как бы, убавления, либо прибавления. То есть, я сейчас вам сказала, условное обвязывание, такое, как у меня, то есть, с моей плотностью вязания, с моими ниточками, с моим крючком. Если у вас свой номер крючка, свой размер, то там уже, как бы, подобрать вам придется самим на глаз. То есть, смотрите, я вяжу варочки по 3 столбика, там, где у меня 3 воздушные петли. И если у вас последний ряд с двумя воздушными петельками, то есть, если вы вязали меньший размер, то вам нужно, соответственно, варочку вязать по 2 столбика без накида. Если наоборот 4, то 4. Ну, то есть, если кто-то вязал увеличенный размер. В общем, вы уже смотрите по обстоятельствам. Итак, в общем, обвязываем первый ряд столбиками без накида. Просто уравниваем нашу высоту шапочки, чтобы она не шла какими-то волнами. Это, скажем, один из способов обвязывания. Просто столбиками без накида. Можно вязать столбиками с накидом, так как все вязание шапочки у нас, в принципе, было столбиками с накидом. Но я люблю вот именно такое ровное обвязывание. Пусть лучше будет больше столбиков без накида, больше рядочков, чем, допустим, 2-3 ряда столбиками с накидом. То есть, мне, честно говоря, не очень нравится такое завершение. Вот. Можно в прямом обратном направлении связать вот эти веерочки. То есть, смотрите, можно над веерочками предыдущего ряда, либо в шахматном порядке, связать вот эту арочку, допустим, если в шахматном порядке, то точно так же по 6, допустим, столбиков с накидом и завершать столбиком без накида вот следующую арочку. Снова 6, там можете 8 столбиков провязывать и столбик без накида в следующую арочку. Тогда у вас будет обвязывание вот такими вот веерочками. То есть, ну, чтобы как бы красивее закончить, вам нужно максимально сделать либо ровное, если вы хотите ровное завершение шапочки, либо, наоборот, максимально сделать закругленные такие веерочки. То есть, допустим, вот у вас 6 веерочков выглядит вот так. Возьмите, добавьте по бокам по одному веерочку, то есть провязывайте 8, чтобы завершить именно волнами. И в соседнюю арочку делать какие-то максимально соединительные столбики для того, чтобы у вас веерочек четко был выделен. То есть, вот такие вот полукруги будут у вас красивые на шапочке. Я хочу завершить просто столбиками без накида. Причем у меня будет первый ряд вот так вот уравниваться. То есть, я буду вязать, как сейчас вам объясняла. И еще где-то 2-3 ряда свяжу просто в каждую петельку по столбику без накида. То есть, просто вяжу стандартный, обычный. Никаких там, не делаю рюшеков, ни полукружочков. В общем, ничего абсолютно я не делаю. Я просто хочу закрыть ровным классическим таким краем. Вот, максимально таким вот ровным и красивым. Вы, если вяжете на ребеночка, конечно, там можете экспериментировать и с веерочками широкими, и какими-то рюшеками. Можете провязать, допустим, 3 ряда столбиками с накидом и в среднюю вставить ленточку. Либо какие-то сделать филейные ряды и вставить опять же ту же ленточку. Если у вас будет, допустим, шапочка с цветочком, то, соответственно, низ как-то вам можно оформить более по-детски и красиво. У меня шапочка, скажем, короткого варианта, невысокая и не совсем маленькой девочки. Поэтому я буду завершать именно вот такой классической полоской. 3-4 рядочка где-то столбиков без накида просто сейчас я уравниваю первый ряд, а затем в каждую петельку ряда или предыдущего столбика, предыдущего ряда столбика без накида, буду провязывать по столбику одному в каждую петлю. В общем, завершаем мы на свое усмотрение. Опять же, попробуйте обвязать, как я, ровным краем. Если вам не понравится, добавляйте рюши, экспериментируйте. Существует очень много схем и способов обвязывания края. Поэтому, если вам не нравятся мои предложения, посмотрите что-то в интернете. Уже есть отдельное видео, есть именно схемы тех, кто вяжет по схемам, кому проще. В общем, экспериментируйте, завершайте шапочку на свое усмотрение. Я буду завершать столбиками без накида, ровным краем. И, конечно же, обязательно не забывайте делиться своими работами у меня в группе ВКонтакте и ставить лайки, кому понравился мой видео урок, кому было все понятно. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, будет много чего нового и интересного. Всем хорошего настроения, пока-пока!